День добрый, друзья, читатели и зрители Спорт.юа. Зовут меня Татьяна Ящук, а у нас сегодня в гостях играющий президент Донецкого Олимпика Владислав Гельзин. Здравствуйте, Владислав Григорьевич. Мы начинаем с того, что наш гость говорит приветственное слово. Все, что сейчас хочется сказать своим личным болельщикам, болельщикам футбола, болельщикам Олимпика. Пожалуйста. Сезон подходит к концу. Рад приветствовать всех болельщиков. Хорошо, что мы закрепились в этом году Премьер-лиги. Считаю, что первая часть чемпионата мы сырали удачно. Вышли в розыше 2-й Кубка Украины, что считается успехом для новичка. Поэтому всех поздравляю с этими событиями. Дальше будем показывать еще лучший яркий футбол. Мы тоже на это надеемся, тем более, что вот наконец-то ничей дождались от Олимпика весенней части. Собственно, осенью действительно была гроза авторитетов Олимпик для каждой из команд. Что случилось после зимнего перерыва? Мы когда приехали со сборов, вторая часть чемпионата весной, была погода, дожди, снег и все поля, которые мы раньше использовали, были закрыты для нас. Нам пришлось тренироваться на искусственных полях, что отразилось в конце на выступления нашей команды. Это самая основная часть, наверное, из-за того, что мы терпим такие поражения. Но потихоньку налаживаем, и сегодня мы уже тренируемся на естественных зонах, и поэтому результат сам по себе приходит. А где тренировались? Потому что, вы говорите, получается, что такая подготовка не сложилась. Где именно вы тренировались и просили ли вы, допустим, поле у «Динамо», где у него нет? Мы тренировались в счастливом, тренировались на колосе, который находится в Борисполе. Но на этот, когда приехали весной, то, я еще раз повторяюсь, был засев полей, ремонт полей и не давали. Нам пришлось только на искусственных полях. Так у вас так случилось, что у вас была подготовка в Эмиратах, вот клуб позволил себе это. Неужели нельзя было как-то там распределить эти средства и менее дешево? Не из-за того, что не по средствам, а из-за того, что просто поля были закрыты и не давали для того, что не позволяло погодные условия. Ну, я имею в виду, что можно было не в Украине провести, а, допустим, уехать в Турцию, где провести менее, наверное, дорогое. Мы второй сбор провели в Турцию. Мы не говорим о том, когда приехали уже в Украину, когда уже начался чемпионат между играми, всегда, что происходит тренировки. И во время тренировочного процесса мы терпим дискомфорт, находясь на искусственных полях. Вы именно с вами связывали такие психологические проблемы? Мы в одном из интервью говорили, что у команды сейчас такой спад именно психологии. Или есть еще какие-то иные вопросы? Были еще вопросы, которые мы с ребятами собрались, все вместе проговорили и перешли этот рубеж, и решили дальше идти с чистого листа. Так произошло перед матчем «Динамо», «Запорожье», где мы уже начали по-другому выступать. Так, а что это было? У вас очень жарко. Можно здесь? Да. Это прямой эфир? Ну, прямой, но раз жарко, то, конечно. Давайте. Я его цепляю. Да. Так. Не надо что-то включить, ничего не включать. Нет, к сожалению. Дверь чуть-чуть. Тоже могут быть шумы, поэтому... Да, все понимаем. Терпим. Да, давайте терпеть. Ну извините за. Ничего страшного. Переда в эфира. Ничего страшного. Так какие же вопросы вы с ребятами решали? Ну, в чем причина, почему так происходит? Из-за чего такие выступления? В первой части мы были одним коллективом, одним кулаком бились друг за друга, а в второй части пошли такие проблемы. Ну, поговорили, ребята высказались и дали слово дальше попытаться наладить ту атмосферу, которая была. Потому что за счет атмосферы очень много побед мы добились первой части. Но сегодня я скажу, что, наверное, мы потихоньку возвращаем тот коллектив, который у нас был. Вы довольны ничьей с запорожским металлургом? Мы не довольны ничьей, но по ходу матча мы играли в меньшинстве и даже в меньшинстве мы имели больше моментов, чем команда соперников. Поэтому после игры, конечно, мы можем сказать, что для нас это результат позитивный, потому что играли в меньшинстве, но мы хотели взять три очка в этой игре. С Владом Кулычем пообщались потом после игры воспитанником Олимпика? Да, наш воспитанник хороший, талантливый игрок. Дай бог ему успехов дальше в футбольной карьере. Мы будем надеяться тоже, что у него все будет хорошо. Вот есть у нас вопрос о еще одном вашем воспитаннике, Дмитрие Хамчиновскому, который сейчас играет за Луганскую Зарюну. И вот говорят, что правами владеете на него 50 на 50 вы, и господин Геллер. Собственно, можете ли вы подтвердить, опровергнуть этот факт, и вы знаете, как будет складываться дальнейшая его судьба? Будет ли Дмитрий двигаться куда-то из Зари? Это правильно, что мы владеем футбольным клубом Зарей, правами 50 на 50. Это правильно. То, что Дмитрий Хамчиновский будет двигаться, зависит только от него. Если он будет дальше играть, как начинал карьеру у Зари, успешно, и попадал в сборную, то сегодня у него происходит небольшой спад, сборную перестали подвлекаться. Но я думаю, только зависит еще раз только от него. Он талантливый парень, и если будет предложение других клубов, то, конечно, наверное, и Заря, и Олимпик будут отдавать дальше в топовые клубы. Вы общаетесь с Дмитрием? Общаетесь, да. Есть у него такие амбиции переходить куда-то более, в Европу, допустим? Я думаю, что у каждого есть футболиста амбиции играть в более топовом клубе, чем в котором он находится. Поэтому Дмитрий Хамчиновский не исключение, и так же самое хочет где-то показывать себя в европейском футболе. А с чем вы связываете вот такой его спад нынешний? Потому что даже господин Вернидуб говорит о том, что Дмитрий, как лидер команды, должен был бы брать на себя сейчас ответственность. Тем не менее, мы этого не видим. Знаю Дмитрия, он профессионал и хочет добиваться своих целей. Но с чем связано это время спада, сказать сложно, не находясь в команде, не находясь в самом клубе. Но то, что Дмитрий будет стараться, это безусловно. Но в случае того, его продажи, вести переговоры об этом трансфере, так же будет Оленик? Вы будете с вашей стороны 50% любой прибыли вашей, да, от Дмитрия? Да, мы будем совместно принимать решение с Вольным клубом «Зарей». Ну, собственно, у нас очень много вопросов по скандалу, скажем так, или довольно такой форс-мажорной ситуации, которая сложилась с проведением первого полуфинала Кубка Украины с киевским «Динамо». Собственно, первый же о ценовой политике. Как так случилось, что билеты на матч продавались за 150 гривен, что не могли себе позволить многие из болельщиков? Давайте вам расскажу предысторию этих событий. Когда наша служба безопасности в Вольном клубе «Олимпик» увидела высказывание на официальной странице болельщиков в футбольном клубе «Динамо», там ни единого слова не было о цене билета. Почему? Потому что это высказывание было написано 28-го числа. А билеты в продажу у нас поступили 29-го числа. И речь о том, что была высокая цена, никто даже об этом не мог знать, потому что билеты еще не были в продаже. Они появились в 12 часов продаж до 29-го числа. И скандал появился уже не из-за цены билета, а из-за того, что болельщики не могут разместиться на стадионе, желаемых больше, чем может позволить стадион Батникова. Мы хотели до этого еще со скандала, мы обращались и в футбольный клуб «Динамо», я лично звонил Сергею Мохнику о том, чтобы сыграть на Олимпийском. Он был не против, но стадион Олимпийский был на эти дни занят другими мероприятиями. Исходя из этого, мы подумали, что мы должны тоже иметь шанс, и спортивный принцип не нарушался, мы должны играть один матч у себя дома. Или на другом стадионе, где не хозяин футбольный клуб «Динамо». На Лобановском это изначально всю жизнь была футбольная арена. Баллони-арена. А Баллони-арена они намного больше вмещают, чем в стадионе Батникова. И судя по тому, сколько болельщиков было на самом футбольном матче, поэтому скандал из ничего получился. Можно было решить без скандальных высказываний и спокойно выйти с этого положения. Ну, тем не менее, цена на билеты, кто устанавливает, кто в ценовую политику возглавляет? У нас есть служба, которая занимается приемом и ценовой политикой, а также при принимании на домашнем стадионе матчей. Мы перед этим матчем играли на выезде в Карпатах. Там доходила максимальная цена до 250 гривен за билет. Исходя из этого, наши менеджеры посчитали, что матч, достойный 1-2 Кубка Украины, плюс против такого именитого соперника, как Киевская Динамо, может быть, дороже немножко. Но даже не самое максимальное, что было в Карпатах на футбольный клуб Олимпик. Но есть разница, правильно? Имеж Динамо или имеж футбольного клуба Олимпик. А минимальная цена билета какая была? Потому что все говорили о 150 гривен. Ко мне было минимальной цены, потому что футбольный клуб Динамо запросил для болельщиков 300 билетов. Из них 300 билетов мы часть билетов дали бесплатно, часть билетов дали с 50% скидкой и часть билетов дали по 150 гривен. Больше запроса не было. Все остальные билеты оставалось, там всего 1600 вмещает, по-моему, оставалось 1300 билетов. 800 билетов поступали в свободную продажу. Остальные билеты у нас забирали компания, наши спонсоры, для своих болельщиков. Еще болельщики из Кавдинамо говорили о том, что стоило бы снять рекламный баннер шахтера, дабы кто вдруг не смог попасть на стадион, мог бы посмотреть с горочки. Рекламный баннер был снят. А, кстати, он у вас висит целый сезон, все-таки реклама вашего непосредственного соперника по украинской премьер-лиге. Вы как-то получаете какие-то денежные... Мы не получаем, потому что мы арендуем этот стадион так же само, как арендует его шахтер. Шахтер даже проводил, по-моему, один или два матча на этом стадионе. Поэтому он тоже у них заявлен как второй стадион. И поэтому мы не вправе это решать, стадион, который дает нам аренду. Мы на матче свои рекламные кампании ставим, а дальше уже, когда шахтер играет, свои рекламные кампании ставят. С кем вы, кстати, решили, когда было окончательное решение, что нужно перенести матч на стадион Динамо? С кем вы там в телефонном режиме руки жали? Мы общались с Мохником Сергеем. Он, в свою очередь, общался с президентом Динамо Игорем Суркисом. Вас не расстроил момент, что все-таки там тоже билеты, то есть свободный был вход? То, что вы здесь собирались получить какую-то прибыль, там получается бесплатно? Нет, никакой прибыли в футболе. Но тем не менее, вы же устанавливали цену, вы просчитывали, что... Послушайте, если бы было в обращении футбольного клуба Динамо насчет болельщиков, мы бы дали больше билетов. И может быть вопрос был непринципиальный. И вопрос вообще даже не поднимался о цене. То есть это потом уже, спустя время, когда скандал имел такую уже точку кипения, увидели, что билеты 150 и решили этим воспользоваться. На самом деле, 28 числа, когда был скандал, цен билет никто не знал. Их еще не было в продаже. То есть вы переживали с клуба за безопасность болячек? Да. Вы после матча довольно-таки громкое высказывание сделали. Сказали о том, что если вдруг такое еще раз повторится, то вы готовы снять с чемпионата. Вы серьезно говорили? Ну, как вы видите, люди, которые вкладывают свою душу, свои финансы в футбол. Находясь в таком ситуации, как мы, и еще таких 4 команды, кроме нас, 5 команд, находясь они дома. И они должны иметь шанс иметь спортивный принцип. Хоть какой-то, а играть хотя бы в номинальном домашнем стадионе. Мы это не сумели сделать, потому что было давление со стороны болельщиков. Я уважаю болельщиков и футбольного клуба «Динамо», и все болельщиков. Мы играем для них, для футбола. Но надо подходить взвешенно. Ведь взять сегодня футбольный клуб «Динамо» уровень и футбольный клуб «Олипика». У нас разные цели, разные составы, разные финансовые возможности. То есть нам шанс играть на «Банниково», наверное, хоть какой-то есть, хоть как-то сыграть против них достойно. Оно ничего не поменяло, то, что мы сыграли на «Лобановском», мы сыграли неплохой результат, скажем, для «Олимпика», ничью. Но, еще раз повторю, нельзя нарушать принцип честной игры. Вы визуально сколько болельщиков насчитали на стадионе «Динамо»? Я думаю, 2,5-3 тысячи не больше было. То есть как раз с горочкой возле дома футбола как раз бы нам заполнились? Мало того, что с горочкой. Возле дома футбола мы, когда поднимался ажиотаж, просто мы тоже поздно кинулись. Мы не знали, что такой уж будет ажиотаж. Мы начали взванивать все сайты, кто может быстро воздвинуть быстрые трибуны. Но они не успевали по возможности сделать. Мы пошли бы на этот шаг, просто это никто не знает. Мы бы пошли бы на этот шаг и заплатили бы за эту трибуну, чтобы люди могли прийти на стадион смотреть. Но сказали, для этого надо 4-5 дней. Вы только что говорили, возмущен довольно-таки о ситуации, которая сложилась. А потом на сайте официальном «Олимпика» появилась благодарность Федерации футбола. Это у вас кто-то такой ироничный? Нет, здесь есть свое объяснение, потому что за два часа до начала матча органы милиции привезли письмо о том, чтобы не могут гарантировать порядок на стадионе. И рекомендуют матч этот, чтобы был отменен или перенести. Мы быстро связались с футбольным клубом «Динамо», быстро связались с Федерацией футбола, Премьер-лигой и с каналом футбола. Если есть возможность, давайте выходить из положения, чтобы перенести матч на стадион «Динамо». «Динамо» пошел навстречу, за это мы поблагодарили. Федерация футбола пошла навстречу, Премьер-лига пошла навстречу. И канал футбола быстро отреагировал. Они попросили время, 4 часа для перевоза своих вышек и все необходимое оборудование. Поэтому было высказывание благодарности в адрес всех этих коллективов, которые пошли навстречу. С вечера вы им угрожали немножко? С вечера мы не угрожали. Мы говорили ситуацию, и мы не высказывали в адрес футбольного клуба «Динамо». А мы говорили, что под давлением Инадьевского болельщикам это неправильно играть там, где хочется болельщикам. Есть номинальный домашний стадион. Есть принципы честной игры, которые никто не отменял. Хорошо. Уже после матча тоже почетный президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис высказывался о том, что в принципе матч украинской Премьер-лиги и уже если в таких высоких стадиях Кубку Украины нельзя проводить на стадионе Банникова, что этот стадион не должен получать лицензию. Наверняка к ним прислушиваются. Вы уже задумываетесь о том, где вы будете играть в следующем сезоне? Знаете, хорошо махать шашкой после войны. Если бы Игорь Михайлович высказался до этого ситуации, а когда уже такое случилось, и когда имел точку такое кипение, конечно, Игорь Михайлович высказался. И может и вправе он, что такой стадион не нужен для Премьер-лиги в это время. Но с другой стороны, а где играть командам, которые сегодня находятся вне стенах дома? Где играть нам? Или нам снимать на стадионы, за которые сегодня в это время просят больше, чем просили бы в обычное время? А где брать финансы тогда на эти стадионы? Сегодня, допустим, за стадион Абон, когда мы только приехали в Киеве, просили 120-150 тысяч гривен за каждую игру. Но нам это больно, допустим, за каждую игру так платить. Стадион Банникова, она обходится в 25 тысяч гривен аренду. Есть же разница? Вы говорили о том, что... Можно, наверное, сделать так. Подход в матчах, где мы видим, уже прошел год почти, где мы видим, что на футбольный клуб Олимпий не так много болельщиков собирается. То можно допустить стадион Банникова. Но с условием, что если игра будет против Динамо или против Шахтера, против тех клубов, у которых много приходит болельщиков на стадион, тогда можно переходить на другие стадионы. Так, наверное, было бы правильно. То есть вы все-таки планируете оставаться на стадионе Банникова? Если нам разрешат, нам комфортно. Потому что мы сегодня не знаем, где играть. Если стадион Банникова запретят, нам куда уезжать? Мы хотели бы поселиться в Колос, в Борисполе. Но по требованиям там надо делать реконструкцию. И Федерация футбола не пропустит этот стадион сегодня. Хотя мы бы с удовольствием играли бы там. Вы говорили о том, что 25 тысяч стоит аренда стадиона. Но она выросла в течение сезона. С кем вы ведете вообще переговоры по поводу аренды? Ничего она не выросла в течение сезона. Вы говорили, что тренировочная тренировка выросла. А аренда стадиона на матче осталась, так и осталась. Так а причины того, что стоимость тренировки на поле выросла? Под эти причины не мы же выставляем. То есть вы просто идете уже так, ну не то, чтобы смотреть на поводу, но тем не менее вы просто принимаете условия. У нас, если бы был какой-то другой вариант, мы бы шли бы там, где есть футбольные газоны, хорошего качества, с уменьшенной стоимости. Но сегодня все поднимают цены. И исходя из этого мы вынуждены с этим смириться. Олимпий, говорят, в последнее время, не считая матча с металлурганом Запорожским, всем проигрывает. Верно ли считать, что клуб не настроен выступать в Еврокубке? У вас разве нет такой мечты? Как это нет? У каждого футболиста и у каждого руководителя футбольной команды Олимпики, в том числе, наверное, всех клубов, есть мечта и цель и задачи, которые ставят перед собой. Мы не исключением оставили, после того, как мы закончили первую часть чемпионата, мы находились на четвертом, пятом месте, конечно, нам задержаться хотелось бы там, на этом месте и выступать в Еврокубковом Тургии. Но я еще раз говорю из тех причин, которые я вам уже назвал раньше, что нам не позволило достойно выступить во второй части. Конечно, у нас есть такая цель и задача. И вот у нас есть шанс пробиться через кубок. Мы будем ставить задачи пробиться. Неверя поставлена уже. Но получится или нет, мы же играем все-таки с такими клубами, как Динамо. И там остался Шахтер и Днепр, то мы еще Динамо не прошли. И у них дома играть будет гораздо сложнее. Господин Санжар говорил о том, что, в принципе, он считает, что может даже и не нужно. Ну, не так, конечно, ДТМ сейчас. О том, что нет футболистов, которые могут, в принципе, играть в Лиге Европы или там достойно. Вы об этом задумываетесь, что, возможно, даже не стоит выходить в Еврокубки, поскольку все равно неким играть? Ну, я бы не так говорил, что неким играть. Все-таки есть футбольный клуб, и мы некоторую часть игр показывали очень достойно против тех же хороших соперников, которые сегодня находятся выше нашей турнировой таблицы. Но, конечно, надо укрепляться. Исходя из того, что сегодня нам сложнее не в этих, не то, что нет футболистов, нам сложнее в других аспектах. У нас нет своей тренировочной базы. Она то есть, но она находится дома. У нас нет достаточно тренировочного процесса. У нас нет своего стадиона, который позволяет принимать Еврокубки. Вот с этим связано. И то, что называется Нжар, Роман, тоже достойный футболистов, которые могли бы нас еще усилить. Это все вместе, конечно, не позволяет нам было бы успешно выступать. Не то, что в Еврокубках, а и в чемпионате Украины. А как так случилось, что прям по ходу сезона Дорошенко и Иванов собрали вещи и ушли из команды? Это как так? Во-первых, я хочу бы высказать благодарность этим двум ребятам, Иванову и Дорошенко, за то, что много лет футбольной карьеры они отдали олимпику. Мы вместе вышли с первой лиги, в премьер-лигу, за что им спасибо. Они игроки основного состава были всегда. Но они, видно, выросли уже, и у них есть предложение других клубов. И когда мы с ними разговаривали о продлении контракта, они честно сказали, что мы хотим играть уже дальше в клубу, носить предложение. Мы с ребятами пожали руки и сказали, хорошо, мы вам желаем удачи. И вот так вот произошло. Так а почему же не доиграть до конца сезона, а потом точно так же пожать руки и перейти в другие команды? Коллектив чувствует, когда ребята уже находятся в другой команде. Это ощущается. И поэтому мы расстались с ними по-дружески и приняли такое решение, которое вы сейчас говорите. Вы можете назвать клуб или, возможно, это два разных клуба, куда ребята ушли? Я не знаю. Ну так, а вы же говорите, что они уже в другой команде, они уже подписали какие-то контракты. Нет, по-другому не могли, они их контракт не стучат. Ну вот, естественно. Они сказали, что у них есть предложение, куда они уходят. Ну раз есть предложение, мы пожали руки все. У них зарплата сохранилась, мы выплачиваем все финансовые обязательства. С сезона вы выплачиваете им зарплату? Да. Но они с вами не работают, не тренируются. Так мы приняли решение, я буду вместе с ними. Понятно, будем ждать. Собственно, есть у нас вопрос и по молодежной вашей команде. Какая роль в клубе выделяется развитию молодых игроков? Говорят о том, что довольно сложно в топ-клубы или в топ-академии попасть. Все говорят о том, что нужно заплатить хорошие деньги, дабы попасть и играть в молодежной, юношеской или тому подобной команде в одном из топ-клубов. Как обстоят дела? Я еще раз не понял вопрос, в смысле заплатить деньги? Ну, говорят о том, что дабы попасть в Академию любого клуба в Украине, ну, может быть, не любого, но тем не менее, топ-клубов, нужно заплатить какой-то взнос, либо там уже дальше как-то договариваться. Как обстоят дела у Олимпика, с Академией Олимпика? Как вы набираете ребят молодых? Я не слышал, что такого, что нужно было попасть в молодежную команду, надо заплатить. Единственное, за кого мы платили, это Федерация футбола за легионеров. Больше никаких мы платежей не делали. И, кстати, мы ни одного футболиста еще не покупали. Футбольный клуб Олимпик не покупал еще ни разу не футболиста. Были расходы только по заявке как легионера на украинский чемпионат. У вас Академия сейчас не существует, да? Сегодня не существует. А что это за история, которую сегодня опять опровергал футбольный клуб Олимпик, о том, что якобы молодежная команда Ю-19 играет на турнире на оккупированной территории в Донецке? Просто журналистам надо иметь этику у журналистов, которые выбрасывают такие всякие утки для того, чтобы повышать какой-то свой рейтинг. Я думаю, что этот вопрос будет. Мы успели связаться с Донецком. Если вы камера видит. Да, да. Календарь игр памяти Старухина. Здесь ни одного слова нет о том, что в Олимпике играет. Мы потом оставим, вы посмотрите. Заявка на участие в Кубке памяти Старухина по футболу команды Уор Донецк. Все фамилии с подписью печатник. Второй документ. Самый последний документ. Мы обратились, сделали запрос. Федерация футбола Уород Донецка. Звягинцев. На что он ответил? В ответ на ваш запрос, такого-то номера 08.05.2015 года, сообщаю, что традиционный 15-й турнир Кубка памяти Старухина 2015 года, проводимый. Федерация футбола Уород Донецка не носит никакой-либо политической окраски. Сообщаю состав участников турнира памяти представителей команд. Группа А. Победа. Уор. СДШОР. СДШОР-2. Группа Б. Кировец. СДШОР. Донбасс. Моспина. Правдивость информации, выплесанная статья интернет-ресурсов «Вау-футбол», пусть остается на совести анонима ее опубликовавшего. Роспись, печать. А где, кстати, сейчас те ребята, которые играли за молодежную, в академии, в принципе, занимались? У нас была академия, у нас тренировалась больше двухсот детей. От шести и семи лет, и по годке были каждая группа. Как начались события, связанные с ситуацией в стране, то мы не имеем морального права оставаться там и тренировать детей, потому что они могли подвергнуть быть ихней жизни. И поэтому мы приняли решение распустить академию и дали всем возможность делать, они будут трудоустроить, получить статус свободных агентов. Вот так произошло с нашей академией. Сегодня у нас ни одной тренировки не проводится на нашей базе тренировочной. Ни одного матча за все это время не сыграно. Вы как-то получаете информацию о том, в каком состоянии сейчас находится инфраструктура Олимпика в Донецке? Конечно, получаем. У нас и до сих пор следят наши агрономы, наши озеленители за полями. И так случилось, что место расположения нашего футбольной базы находится чуть-чуть в стороне от аэропорта и тех событий, где попадали военные действия. Но сегодня можно хоть сейчас принимать команды, хоть сейчас стадион готов, хоть сейчас тренировочная база готова. Поэтому на державшем уровне все задержится и вот такая ситуация. Вы говорите о том, что Олимпик до сегодняшнего дня ни разу не подписал игрока. Все приходили свободными агентами. Вы как-то будете менять эту тенденцию, эту традицию? И есть ли там уже бюджет на лето на трансферную кампанию? Если бы не ситуация в стране, и были бы мы все дома, и наша финансовая составляющая была бы хотя бы на том же уровне, которое было год назад, мы бы могли себе позволить какие-то покупки хороших футболистов. Но сегодня мы возможностей такой не имеем. Бюджет команды изменился с тем, что вы сейчас сюда переехали. И каков он вообще? Ну, каков вообще, наверное, говорить мы не будем, а то, что изменился в большую сторону, конечно. Мы же все в аренде. Тренировочные поля в аренде. Ребята сняли все квартиры. Стадион в аренде. Все, что в день и шаг связано с футболом, мы везде платим за аренду. То, что мы везде имели свое у себя дома. Но, тем не менее, вы заявляли в одном из интервью, что в отличие от многих команд украинской премьер-лиги в Олимпике задолженности по зарплатам нет. Нет. На сегодняшний день ни одной задолженности. Не только перед футболистами, а вообще ни перед одной структурой футболоклуб Олимпик задолженности не имеет. Вы можете сказать, например, минимальную зарплату, которую получает футболист Тонецкого клуба Олимпик? 35 тысяч рейн. В месяц, да? Или у вас? В месяц. Ну, был такой разговор о том, что стоило делать потолок зарплаты в украинской премьер-лиге вы за, и вообще это осуществимо? Я думаю, что нет. Что неосуществимо или вы не против? Я думаю, что неосуществимо. Смотря какие цели ставит клуб. Если цели ставить клуб, как «Динамо» и «Шахтер» бороться за чемпионство в Еврокубках, поэтому приглашая европейских футболистов, или бразильцев, или испанцев, ну, в любом случае, каких-то футболистов, которые топовые, могут помочь усилить команду, то здесь потолок не вместим. Если мы хотим у себя вариться и не поднимая рейтинг наших футбольных клубов, тогда можно об этом говорить. Но я считаю, что это неправильно. Каждый футболист праве решать сам свою политику, и какие задачи ставит, должен решать только клуб. Ну, есть такие слухи, вы же знаете о том, что, поскольку довольно сложная такая ситуация у Донецкого Олимпика, якобы представители Олимпика зарабатывают деньги несколько иным путем, они ставят ставки, да, или играют договорные матчи. Это не слух, это канал про футбол, да, сделает такую телепередачу в адрес Олимпика о том, что мы можем делать какие-то махинации. Объявила в матче с Металлургом нашего футболиста Тищенко о том, что непосредственно он, судя по сюжету, нарушал специально и шел на панальте. Я еще раз повторяю, что в футбольном клубе Олимпик ни один футболист, ни один работник, ни руководитель, ни в каких махинациях футбольных не участвует. А то, что про футбол телепрограмма ему хочется, оно слитая по рейтингу в унитаз, наверное, программа, так пусть она поднимает себе рейтинг другими методами, честными, которые присущи этике журналисту, а не такими методами. Но вы когда вас обвинили, допустим, так, журналисты в том, что матч был нечестный, вы как-то там себе посмотрели дальше, проверили, какие были ставки или что-то? Просто мы, например, тоже проверили, и так как-то случилось, что даже после того, как Олимпик впервые выигрывал, все равно ставки на победу у металлурга Донецкого совсем чуть-чуть до 10 выросли, а это очень мало. Это уже значит, что кто-то преполагал. Как мы можем проверить? Дайте, мы проверим. Как это можно проверить, скажите? Ну, просто посмотрите, какие были ставки, как в любой букмекерской конторе. Ну, дайте информацию, посмотри. Ну, вот я вам потом скажу после эфира, потому что человек ставил на самом деле. То есть вы тоже считаете, что... Нет, я не считаю, я просто говорю, что есть вот такой факт, я просто вам его привожу. Подождите, подождите. Факт того, что кто-то специально ставил на победу металлурга. Первая передача была программа про футбол, про матч металлурга. Все мы ждали реакции, фактов и аргументов о том, что футбол предоставят. Проходит другая передача. За футбольный клуб, ой, за футбольный матч металлург, олимпик, ни слова. Они находят другой матч, где мы играем товарищеский матч с Одессой, неофициальный, и начинают в нем ковыряться. Мы туда теперь бежим, да? Завтра мы будем ждать от них аргументов. Следующий матч какой теперь от них ждать? Где аргументы? Они еще там приводили пример молодежной команды. Я понимаю, но это все же можно приводить пример. Я же еще раз говорю. А в чем тогда вот это опровержение? Несколько, наверное, странное. Потому что, когда вы сказали о том, что ставки не принимаются, я могу процитировать, что ставки не принимаются на матчи, но в котором нет спортивного интереса, или спортивной борьбы, где нет трансляции. У нас в самом же деле это не есть, правда? Смотрите, мы же тоже реагируем на то, что говорят. Мы обратились в букмекерскую контору. Позвонили и сказали, скажите, пожалуйста, возможно ли в Украине поставить, допустим, мы провели матч Одессы, матч вносит неофициальный характер, как нам ответили, не присутствует комментатор, нет трансляции. Возможно. Но можно поставить максимум 5 тысяч гривен. Не 50 тысяч гривен, не 500 тысяч гривен. То есть о чем мы говорим? О том, что футбольный клуб Олимпик проиграл футбольный клуб в Одессе за 5 тысяч гривен? Да, можно, принимаю ставки. Но 5 тысяч гривен, максимальный потолок, сказали. Где можно поставить в конторе на неофициальный матч, скажите мне, больше денег? Ну, вам сказали так, допустим, вчера точно так же было опровержение от телеканала 2 плюс 2, о том, что вполне возможно ставить суммы и больше. Пусть меня назовут, давайте вместе с ними поставим. Давайте, хорошо. Будем ставить? Будем ставить. Хорошо, договорились. Только на победу Олимпика. Договорились. Боли ваши, как скажете, так и поставим. То есть вы в любом случае отрицаете, что есть какие-либо футболисты? Нет, я не тоже не знаю, я уверен, что в нашем клубе такого не происходит. Ни функционеры, ни футболисты не могут себе этого позволить? Что вы думаете о формате чемпионата Украины на будущий сезон? Сейчас очень много разговоров идет о том, что вчера господин Павелко высказался о том, что он вообще советует или как бы предпочитает 16 клубов и 2 круга. Я полностью согласен с Андреем Павелко. Как по мне, самый правильный чемпионат, это когда имеет чемпионат 16 команд в 2 круга. А есть ли у нас Украинская премьер-лига, выслала варианты форматов чемпионата, там нет по 16? Ну, сегодня невозможно говорить о том, сколько будет участников. Надо исходить из того, что нет пока данных, кто с премьер-лиги остается дальше в соревнованиях, кто из первой лиги желает выйти в премьер-лигу. Исходя из этого, ну, рано еще обсуждать. Но если вы спрашиваете вообще, как будет формат, то как бы в футболе клуба Олимпий голосовал бы за участие от 16 команд в 2 круга. Если не 16, а все-таки 14 команд или там 12, вы предпочитаете... 14 в 2 круга, 12 уже, я думаю, 12 тоже сильно мало. Господин Суркис высказывался о том, что, Игорь Михайлович, о том, что он не согласен, когда в 2 круга, и когда все топ-команды в одной группе, что нужно расширить, допустим, 7 и 7, чтобы была какая-то спортивная борьба. Ну, ваш вариант. Если остается вариант 14 команд, и оставляется первая там 6-5 или там 7 клубов играть, да, они говорят, что будут играть в один круг, потому что в 2 круга нет возможности времени для соревнований. То тогда вопрос сам по себе, кто принимает? Ведь если команда хозяев, у нее же больше шансов обыграть, больше. То есть много вопросов, на которые нет ответов. Поэтому идеальный вариант, как по мне, это 2 круга, где 2 раза и хозяин, раз хозяин, раз гость. Так, секундочку, попытайся начинать. Кстати, какими языками вы владеете, спрашивает наш болельщик? Русским, лучше всего. Украинским и немножко английским. Английский вам пригождается, в принципе, в бизнесе, или вы можете вести переговоры с иностранными футболистами? Ну, прям так, прям аж в свободной диалоге нет, но поговорить можем. В принципе, вы равняетесь на какую-либо структуру футбольного клуба в Украине? Или вы идете вот таким своим путем? Вообще у нас есть просто такой вопрос, допустим, как вы вообще пришли к тому, что вы решили создать футбольный клуб «Олимпик»? Эта история всем известная. Да, но есть просто у нас еще моменты, откуда у вас деньги на содержание футбольного клуба «Олимпик». Вот так звучал вопрос. Ну, мы имеем компании, которые зарабатывают, которые финансируют. Есть ряд спонсоров, которые помогают, они оказались даже в это сложное время. Единственное, что финансирование премьер-лигии сегодня клуба, и то, что мы имеем, и то, что требуется, гораздо, конечно, разные цифры. Поэтому у нас самый минимальный бюджет, как вы знаете, в Украине. Но мы пытаемся удержать команду, и за счет стабильности, а не обещаний, мы держимся и играем. Есть вопрос от болельщика, который приехал из Краматорска и говорит, что он определенное время, он воевал, был в зоне АТО, и лежал в госпитале. Он говорит, что, допустим, Анатолий Тимощук, ребята из сборной Украины проведывали и тоже помогали каким-то образом. И вопрос такой, болел человек за Олимпик, но, тем не менее, он ожидал каких-то, возможно, тоже, чтобы ребята из команды посетили госпиталь. Я с удовольствием, пусть выйдет к нам в адрес в клуб, мы с удовольствием придем и поможем. Вы лично помогаете представителям ребятам в зоне АТО или гуманитарная помощь, как ваш клуб помогает? Чем мы можем помочь? Финансами? Финансами? Морально? Я же не знаю, как вы можете помочь. Сегодня футбольный клуб Олимпик сам еле держится на полу и испытывают потребности в спонсорах и везде кричат о том, что придите на помощь и протяните руку. Поэтому финансово мы никак не помогаем. Вы ищите спонсоров? Сейчас клуб Олимпик пытается искать спонсоров, с кем вы договариваетесь? Не давайте, мы и в поисках. Вы и в поисках. Вы пытаетесь таким образом, это может быть какое-то спонсорство, чтобы усиливать команду, покупать у новых игроков или вы как-то будете? Или что? Какие главные потребности футбольного клуба Олимпик сейчас? Нам нужны тренировочные поля. Нам нужен, как уже выяснилось, достаточно больший размеров стадион. Нам нужно увеличить и усилить зарплаты футболистам. Усилить, у нас нет зарплат, у нас ребята молодежных дублей Ю-19 играют без зарплат. Там вообще нет ни премиальных, ни зарплат. Они играют за любого футбола. Вот эти все моменты мы хотели бы усилить. За еду? Или вы как-то обеспечиваете все-таки ребятам питание и проживание? Мы обеспечиваем питание, проживание, да. Но они играют без зарплаты, еще раз повторяюсь. Как долго это вообще может продлиться? Вы же ведете, вы же общаетесь с ребятами. Они же говорят, ну, любовь к футболу, любовь к футболу. Мы понимаем, поэтому если у ребят будет шанс куда-то идти в клуб, где он будет востребован, мы будем с удовольствием отпускать их. Мы им даем шанс сегодня ихнюю любовь к футболу проявить и попытаться, чтобы это было ихняя работа, чтобы они были успешны в этом виде спорта. Вы пропускаете тренировку вечернюю или уже не будет? Команда уже выехала в Полтаву и я не попадаюсь за телепередачу. С чего ожидаете от матча с Полтавой? Полтавчане, наверное, Неворского наверняка мотивировано, потому что выбили неожиданно довольный. Мы каждую игру настроимся на победу и хотим привести оттуда очки. Как получится уже, посмотрим после игры. Есть какое-то место, на котором должен финишировать Олимпик? Изначально задача была, когда мы вышли в премьер-лигу, это задержаться в премьер-лиге и не вылететь. Судя по очкам, то задачу мы выполнили. Теперь задача такая максимальная, показывать качественную игру и брать очки. Премиальные ребятам пообещали за то, что они все-таки уже остались? Вы были премиальные? Ребята есть премиальные за каждую игру и они выполняются согласно требования контракта. А если говорить уже о будущем сезоне, амбиции есть какие-то более высокие? Или все-таки опять-таки не вылететь и остаться? Нет, у нас таких задач нет. И после первого круга у нас задача была постараться остаться на том месте, где находится зона Еврокубков. Но не получилось. Еще раз повторюсь, если бы мы были дома и играли бы на своем родном стадионе, имея свои тренировочные прекрасные базы, поля, то мы сегодня бы держались и находились бы в зоне Еврокубков. Но в связи с этим, не имея такой возможности, мы довольствуемся тем, что есть. Поэтому задачи у нас будут на каждый сезон ставятся максимальные, а уже исходя из возможностей будем смотреть, получаются они или нет. На самом деле, вопросы-то от болельщиков у нас исчерпались, но ваши личные амбиции, вам хочется играть, вы уже забили гол в высшей украинской лиге, до скольки еще собираетесь играть? И как вам дается это физически, психологически? Вы же видите, сколько игр я пропустил, не играл. То есть я тренируюсь с командой, я зимой повредил связку на колену. Сейчас уже в общей группе, давно уже. Но я еще раз говорю, я никогда не лезу в тренировочный процесс. И если тренер говорит, мне не надо играть, я не играю. Если он говорит, надо, я с удовольствием приду и буду отдавать силу на футбольном поле. Но личное ваше все-таки. Я хочу, еще хочу забить голы. Хочется еще играть, играть, играть и забивать? Еще хочется забить голы. С пенальти или же с игры? Нет, с игры, конечно. С пенальти лечь. Но хотя с пенальти тоже надо забить. Естественно. Ну, мы вам благодарим за то, что вы пришли, за то, что откровенно ответили на вопрос. Конечно, вам удачи. Спасибо вам. И Олимпику также удачи. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.